Не знаю, друзья, как вам, но мне в этот раз захотелось послушать хорошей музыки и пользоваться своим служебным положением. Я пригласил нам в студию замечательную кавер-группу Goza Cover Band и Владимира Фатесу, которые сегодня исполняют сразу две свои премьерные композиции. Но начнем с первой, называется она BAKER. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 премьера кстати об этом узнал недавно для начала о первой композиции вы уже очень довольно давно выступаете и знают вас люди как cover band и вот тут появилась идейка создать что-то свое это первая композиция вот именно именно в вашего исполнения вашего написания либо до этого были какие-то композиции который может быть мы упустили из виду нет это первое кто будет отвечать громко это первая композиция получается 1 за долгие годы вы все-таки решили опять же значит специально не ставил себе никто эту задачу решили попробовать но так как ну вот есть приглашение вот да что вот давайте ребята мы там снимем вас там вот на студии там на телевидении да но хочется все-таки выйти с каким-то своим материалом учиться для развития самой команды необходимо иметь да да конечно да совершенно верно а ковера никуда не денутся то есть маленькая предыстория сколько лет вы вместе уже сотрудничаете вот я узнал за кадром вот я хочу чтобы сами огласили эту цифру сколько существует гонза cover band и сколько вы вместе работаете с владимиром уже лет но гонза cover band существует где-то с 2000 года это уже 15 лет когда а вот в этом составе мы работаем шестой год как cover band команда все-таки сюда старались но это первая камер камер команда здесь у нас сейчас вы были у истоков да вот это вот еще из первой команды гонза cover band это валера он его создать и маста и я у меня вопрос к вам как основным из основателей до этого течения вот как учебу музыканту приходит в голову идея пришла идея что вот я хочу перепеть какую-то композицию переиграть ее до на свой манер на свой лад не создать что-то своя работ донести до слушателя допустим какой-то материал который он уже знает но в своем видении вот как у вас что здесь такого что сейчас симфонические концерты это вот тоже но есть современные композиторы пишут для симфонического но многие же играют тут же переигрывает баха моцарта и гайдена это что это что же своего рода кавера у вас это получается великолепно но порой эти изменения ну даже может быть на старые хиты 80-х даже мои родители слушать это новые исполнения 80-х годов они говорят но то время все-таки по-другому музыка звучала лучше звучал это современная обработка нам не нравится вы стараетесь отки держаться своего кого-то стиля либо следите за современными тенденциями вот модно часто до электронное звучание и вы стали модно звучать либо все-таки держите своего стиля и не наступаете на эти различные дороги другого там все учитывается на это учитывается вот кстати вот у нас владимиром говорится скажем так он он сам самый молодой из нас и он крутится вот в этом в этих молодых вот скажем так вот современных этих течениях потому что ну мы с возраста можете это и тогда мы стараемся вот это то есть насколько это возможно то есть чтобы скомбинировать то есть мы но да это музыка восьмидесятых семидесятых но мы и прислушаемся то есть мы не отрицать а что современное звучание должно все-таки конечно он иногда подсказывает ребята сейчас вот это вот сейчас надо немножко по-другому это это освежить кто из вас обладает категории а прав права категория потому что песен называется байкер и первое которое мы услышали с было мы себя так вот связано с байкерским вообще тематикой почему было именно название байкер выбрана почему про байкеров песня была проваливлена вообще я не знаю просто понравилось слово просто про него почему мне нравится например бой какой байкерское движение скажем так в душе байкер получается да я бы не сказал что я в душе байкер может быть я в душе больший рокер чем байкер но Два понятия как-то рядом находятся. Так в том-то и дело. Мне нравятся байкеры, потому что они слушают ICD, они слушают хард, хороший, как правило. Но есть, которые слушают фансон, верхую серединочку. И таких встречали, да? Да-да-да. Это неправильные байкеры, да? У меня это был шок. Ребята, в тетерское мгновение у нас будет премьера еще одной вашей композиции. Что это за песня? Вторая песня называется Unforgettable. Тоже Валерий написал ее. Получается, Валерий занимался именно этой композиции. Вы являетесь автором непосредственно. Ну да. Музыки, аранжировки. Эти вещи мои, да. Зазначает ли это то, что эти две композиции станут, может быть, частью вашего первого, может быть, даже альбома? Либо вы пока не думали об этом? Мы пока не думали, посмотрим. Это он сейчас громко сказан. Да-да. Ну, а у вас в коллективе существует какой-то, может быть, ну, как вы делитесь? Есть, может, свои обязанности? Есть ли у вас главный человек в коллективе? Потому что Валерий, я вижу, пишет музыку. Владимир поет, исполняет. Вы? Мы играем. Вы только играете, да? Мы играем. Безусловно, вы исполняете все пожелания, либо все-таки иногда встреваете разговор и говорите так, ребята. Ну, конечно, когда идет аранжировка. Диктата нет, диктата нет. Каждый приносит что-то свое, во-первых, как личности. Владимир – это наш, это, в принципе, лидер группы. Лидер группы, это лидер вокалист. Он становится всех спать вместе, да? Нет, мы и так вместе, но лидер группы – это лицо группы, это лидер-вокалист и фронтмен. А вот, я вас буквально на секунду перебью. Я вот часто вижу, что вот, когда вот группы, всегда вот вокалист на первых нотах, да? Но иногда вот есть коллективы, я не могу, вот сейчас не буду вспоминать, где даже гитаристы бывают более харизматичны, либо барабанщики более харизматичны, чем фронтмен, как говорите, да? Ваше мнение, должен ли всегда вокалист быть главным? Я был позавчера харизматичным, я просто постриг. Весь мне прическа, да? Хорошо. Уже вылетел из головы, что я хотел задать вопрос еще один какой-то. Что касается, может, ближайших планов ваших, чем планируете заниматься вот в это летом? Будете создавать новые песни, либо все-таки будете продолжать в своем течении, петь, перепевать какие-то композиции? У нас запланировано довольно много мероприятий. Концерты будут, да? И концерты, ну, как и все у нас работают, и корпоративы, и свадьбы, и все остальное. Все мы встречаемся в одном месте. Вся филармония у нас заканчивается в свадебном зале, к сожалению, пока ситуация такая. Не, но на повестке дня есть, есть новый материал еще. Есть новый материал, конечно, незабываемый. То есть что-то свое надо делать. То есть мы не заскались конкретно только играть. Ну вы молодцы, что вы поняли, что тенденция для развития это создание какого-то собственного материала для того, чтобы развиваться. Конечно, мы это не знали, то есть, но как-то ждали такой период более последующий. Всему свое время. Вот ваше время настало. Я вас поздравляю с премьерами. Мы вас не отпускаем далеко, потому что буквально через несколько мгновений я вас приглашаю на нашу сцену обратно, и вы исполните свою вторую композицию. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Музыка, наверное, это лучшее искусство, которое может нас разбудить по утрам, дорогие друзья. Владимир Фатеско и Гонза Каверберн сегодня были в гостях. Я вас благодарю за то, что вы сегодня подняли нам настроение. Вы молодцы, браво! Я желаю, чтобы на этом ваши новые квадрицы не заканчивались. Ну и хочу сказать, что наверняка, как и Сергей Саручан, я в душе почувствовал себя рокером благодаря вам. Спасибо, отличного утра. Увидимся дома в ближайшее время. Далее Сергей Саручан и его утренний сюжет.